...правительство не было связано с этим решением. Господин посол, смотрите, сейчас в европейских СМИ говорят о том, что наши протестующие, вот эти оппозиции, не имеют никакого отношения к нацизму. Вот это фотографии наших белорусских националистов, вот это БЧБ-символика, вот такие у них татуировки, я думаю, это знакомая символика. В западных СМИ, к сожалению, этого нет. Вот это историческая фотография, вот, как вы видите, здесь наши белорусские коллаборационисты. Да, вот, значит, это наши белорусские националисты, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе и убивали мирное население вместе с украинскими националистами, против которых сейчас идет военная операция. Вот это тоже отряды белорусских националистов, которые воевали на Донбассе. И это современные пособники нацизма. Вот у них такие татуировочки. Вот это знаки, я думаю, вам знакомые. А вот это тоже историческая фотография. Как говорится, преемственность поколений. Мы бы хотели, чтобы эти фотографии вы передали немецкому правительству, и чтобы они очутились, наконец, в Бундестаге, и чтобы немецкая общественность, средства массовой информации и органы государственной власти все-таки, наконец, начали говорить правду. И я думаю, тогда бы такие акции у нас не повторялись, когда наш государственный флаг, а мы связываем этот флаг с преемственностью поколений, как народ-победитель, который освободил Европу от фашизма, заменили на флаг пособников нацизма. Пожалуйста. Мы бы требовали, чтобы за провокацию, совершенную в конфлагере, понесли ответственность. Скажите, вы передадите эти фотографии? Вы можете их посол, гарантировать? Да, нет. Скажите, я передаю еще один вопрос. То, что произошло, это является глупостной и мерзкой провокацией. Вы согласны с этим? Да, вы знаете.